приветствую вас друзья с вами варчик давно не бурчали с вами под видосики и принципе пора как и обещал через восемь дней прибудут смайлики вот и прошло 8 дней смайлики перебыли смайликов по сути три и еще один значок для вип подписчиков получается что один значок это те кто платно подписались за 249 рублей в месяц и имеют статус вип подписчика они в чатике выделяются зеленым имеют дополнительные смайлики ютуба и также имеют дополнительные смайлики моего канала также из этих 249 рублей 70 процентов идет мне а все остальное ю тубу ну не видите же также помимо значка вип подписчиков имеем 3 смайлика количество смайликов доступных на каждом канале на ю тубе зависит от того сколько платных подписчиков и так чтобы получить один смайлик собственный на канале нужно иметь два вип подписчика два смайлика 5 вип подписчиков и 3 смайлика 10 вип подписчиков на данный момент у меня на канале три платных вип подписчика и чтобы получить два смайлика нужно пять еще два человека чтобы получить три смайлика нужно еще семь человек вот такие вот дела мне бы очень было приятно если бы вы меня поддержали и все эти смайлики пошли в оборот мне очень нравится как на твиче сделаны все эти смайлики на каждом канале свои и создается какая-то своя атмосфера заходишь на стрим и там просто люди уже в теме понимать что происходит что за стример какие вещи шутки приколы все там гармонично прикольно своя атмосфера но честно говоря на ю тубе когда захочешь смотреть стримы мне вообще особо не очень очень мало стримеров на ю тубе которые создают свою какую-то атмосферу чаще всего это какая-то муторная фигня и люди которые стримят на ю тубе не очень мне нравится их смотреть не знаю то ли это люди такие на ю тубе стриме то ли это не создается какая-то своей атмосферой но я бы хотел бы что у нас на канале все таки была своя атмосфера вип подписку можно оформить когда вы смотрите стрим на чатиком на зеленом фоне написано vip подписка нажимайте на нее и дальше оформлять за 240 рублей на целый месяц ну мне кажется это не сильно много жаль но не во всех странах это доступно когда будет это в больших странах доступно это непонятно в россии это доступно сейчас украине и казахстане пока что вроде бы нет но надо пробовать я не знаю когда когда это будет доступно всем по поводу смайликов я вам рассказал как и обещал 8 дней прошло смайлики появились ну на самом деле не 8 а 9 10 дней но ничего также хотел вам рассказать почему рубрика идеальный маршрут остановилась так сказать я уверен что эта рубрика продолжится а когда она продолжится когда дорогой разработчик игры world of tanks порадуют нас картой hd новой либо изменит старую но на тех картах которые есть сейчас что-нибудь сделать вменяемое и интересное познавательное в просмотре это сложно поскольку если я продолжу ее делать на тех картах которые есть сейчас вы получите рубрику состоящую из боев который вы видите на данный на данном видео это карта фьорды правый нижний респ я изначально стал на базу и просто ждал когда сдохнет вся моя команда чтобы потом надеяться что у нас на базе получится перекрестный огонь враги в него въедут и мы выиграем я настреляю много урона что-либо еще делать на этом респе у богом и замечательной этой карте лучшей моей любимой я не знаю раньше можно было поехать налево на тяжах и там попадаться но во первых вы можете быть не на тяже а во вторых сейчас на центре занимается бугорок с кустиком и тяжики получают по спине поэтому ехать туда крайне неприятно вот и все а ехать направо наверх это засветиться и сдохнуть от кустов вот такая замечательная карта и все остальные карты играются наподобие того боя который вы видите сейчас продолжать ли рубрику такими боями я думаю что нет потому что те выпуски в рубрике идеальный маршрут которые были они именно ярко подчеркивают само название и суть идеальный маршрут это то что на остальных картах это не идеальный маршрут на остальных картах это идеальное везение с одной точке это как-то так или идеальное совпадение вот принципе все можно продолжать другие рубрики если вам будет это интересно и вы меня поддержите ну и в конце хотел бы еще сказать что у нас за все это время сложилась такая неплохая компания людей каждый по-своему прикольный и мы частенько так собираемся общаемся веселимся на стримах поэтому я принципе думаю что стоит дальше развиваться в этом направлении ну и по сути раз вам интересно смотреть картошку то почему бы не продолжить ее развивать но но другие игры также будут стремиться играться делать видосики поскольку я немного упоролся в одну игру я принципе так и раньше делал играл просто в одну игру и она другие забивал но сейчас я понял что тупо упираться в одну игру это не очень и нужно делать какие-то перерывы либо просто перемешивать игры с играми потому что одна тупо картошка сводит с ума что по поводу других игр но это просто будет прохождение либо стримчики как я в них играю возможно какие-нибудь видосики если будет какая-то тема которую мне будет интересно рассказать ну а что по поводу картошки ну пока что нету новых карт рубрика по картам будет приостановлено возможно я соберусь духом и продолжу тестить сколько фармят прям танки это очень тяжело для меня поскольку я не люблю ни восьмой уровень не прям танки уже и не фармить я тоже не очень поэтому для меня это тяжело я начал несколько стримов сделал но еще впереди там около 30 стримчиков нас ждет по этому всему делу в плане как фармят прям танки также еще есть желание делать обзоры на бои людей которые делают средние уроны там всякие по 55 500 на десятках хотелось бы посмотреть и вам показать да и принципе порассуждать на эту тему ну и всякие интересные новости в плане картошки интересный иногда я буду делать почему иногда потому что я не буду делать вот эти всякие высеры по типу грим оптимистов которые каждый день штампуют видосики лишь бы про что-нибудь всяких вот этих вот водомеса у топовых которые делают только где-то чет там новость какая-то пукнула по всему youtube одинаковый видосик и видосики шпоник вылезли такую муть я делать не буду но если что-то будет интересно я сделаю с вами был варчик играть красиво пока